Чтобы было понятненько мне, как у нас видно, как слышно всё. Много достаточно задавалось вопросов в клубе по детям. И я решила всё-таки... Клуб у нас там больше таких моментов, которые... Которые личные, которые обсуждаем, например, там, какие-нибудь не очень удобные для общей публики. Кому-то вроде бы интересно там про что-то там, про неедение, про малоедение, про просветление, про какие-то мистические процессы. Но они немножечко готовы их послушать, но всё равно как-то так с критикой. И те люди, которые уже без критики, вне критики к этому относятся, они уже в клубе. Вот я бы, наверное, так сказала. Поэтому готова ваш вопрос почитать. И поэтому такой вот лёгенький эфир про детей, про подростков я решила вынести сюда. Потому что это одна из самых актуальных тем. И я как мама двух подростков, один прям подросток-подросток уже, скоро 18 лет. И второй на подходе, мальчики. И не просто мальчики, а я их воспитываю одна. И это не очень хорошо. То есть тут нечем хвастаться. Я бы так сказала, да? Потому что я понимаю, и все мы прекрасно знаем, и все слышали, и сами говорим себе эти вопросы, что не нужно детей воспитывать, нужно показать им своим примером. Но вот как раз показать своим примером. Вы знаете, я, по крайней мере, раньше так думала, и с ребятами, с некоторыми общаюсь, и понимаю, что ребята иногда думают, что показать своим примером не работает. Вот я там бегаю с утра, я прыгаю с утра, я там не ем, ем только здоровую пищу, а они мясо едят, бургер, ой, 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 что же такое, что же это делать? Давайте вспомним себя, давайте вспомним себя, как, какие мы были в детстве, да, в юности. И наши же родители, они тоже думали, что мы все знаем про них, вот они у нас такие молодцы, или там такие не молодцы, но мы про них знаем, что там, что хорошо, что плохо. И когда, ну, то есть, что такое моё детство? Моё детство, это на десерт печенье с маслом. Это когда прям хорошо, хорошо. Хлеб с вареньем, это когда варенье осталось, вот, и варенье, причём как делали, сначала закручивали, сначала его не разрешалось есть практически до зимы, чтобы оно осталось, да, а потом уже там варенье, чай с вареньем, с хлебом, вот это десерты, да. Потом начали появляться, ну, пельмени мы все делали с вами, и все делали, как правило, за, ну, лепили всей семьёй. Лепили всей семьёй, ведь на тот момент не для того, чтобы пообщаться, а чтобы сделать побольше, побольше, чтобы забить всю морозилку, вот на этих вот, как у нас там, деревянных противнях, там они штабелями вот лежали, вот в этой маленькой морозилочке, да, вот у нас был там холодильник, открываешь, а в холодильнике там внутри, это вот морозилка вот такая вот, вот, и там вот эти вот пельмени на сколько-то там раз, вот, и пельмени, как правило, с чем? С уксусом, да, вот, ещё что из сладости было, одно из любимых, это гоголь-моголь, это яйца с сахаром, да, и нам тогда это казалось здоровая еда, и, вернее, как, она не, нет, я бы не сказала, что здоровая еда, мы тогда не знали, что такое здоровая еда, не здоровая еда, но для родителей это было нормально, то есть что такое, что ты должен прийти домой поесть супа, пельменей можно поесть там, ну, и любимые бутерброды, это котлета с хлебом, и вот, и разслижа на этом, и как-то не задумывались, что, что, это плохо или хорошо, но сейчас намного, я, конечно, понимаю, прекрасно, что сейчас скажут, но сейчас же у нас такая экология, но сейчас же у нас только вот этого всего-то, того-всего, еще чего-то там, раньше же не было такой экологии, да, я помню раньше, что, когда я еще жила в Екатеринбурге, и мне было 11 лет, мы переехали в другой дом, я как сейчас помню, во дворе стояла такая будка кирпичная, там, электр, что ли, вот, и мы на этой будке, ну, то есть, играли в козла, многие, наверное, помнят, ты там мячик кидаешь, там, через него перепрыгиваешь, следующая вот такая вот очередь, и буквально через несколько лет мы уже там не могли играть в козла, потому что начали появляться у людей машины, и там они все ставили, то есть, и буквально через несколько лет, когда детям даже вот рассказать, детям, что мы-то вот играли в козла, мячиком прыгали, у них даже не свяжется пазл, как с мячиком прыгали, здесь же круглосуточно стоят машины, там, подойти к этой будке невозможно, и если мы вернемся в то время, если мы начнем сравнивать, а наши мамы, наши бабушки сравнивали с собой, да, и когда они говорили, ой, покупайте там непонятно что, ой, там вот это, вот это, мы вот раньше вот так вот, и очень много вот этих вот моментов по питанию, да, но сейчас я, ну, что могу сказать, сейчас очень много вот этих вот, то есть, как у нас есть искусственные, не до добавки, также есть и искусственные добавки, которые мы, многие их и покупают, и это, опять же, про что? Это, опять же, про то, что у нас же все идет по накатанной, все идет по накатанной, как, знаете, вот чем мы себя заправляем, то в результате когда-нибудь и получится, но сейчас нейробиологи, почему я затронула тему детей, что сейчас нейробиологи доказали на основании 70 лет, да, возможно, это небольшой срок 70 лет, конечно, но тем не менее, в течение этих 70 лет очень плотно занимались нейробиологи, выясняли, почему одни люди курят, пьют, ведут не очень здоровый образ жизни и живут столько-то лет, а там, например, какой-нибудь йог, весь такой классный и крутой, он живет, например, там намного меньше, на какой-то процент, до 20 процентов, то есть по факту люди в общепринятом понимании здоровый образ жизни живут на 10-15 процентов меньше, чем люди с нездоровым образом жизни, но нездоровый образ жизни, я сюда не вкладываю наркотики, дешевый алкоголь, да, нездоровый образ жизни я вкладываю в тот, что когда в тех же деревнях, которые едят мясо, пьют молочку и всякое вот такое вот, как в нашем понимании, говнецо, и живут дольше, чем те, которые выискивают там каждую семечку, чтобы она была не повреждена, чтобы она ничем не опрыскана была, чтобы у нее было это, это и это, так вот, у нас нейросвязи, они, это еще раз к тому, что главенствующее все-таки у нас не питание, главенствующее у нас все же, так, я хочу, знаете, что показать, но показать я хочу, почему я это говорю, я это говорю опять же к тому, что очень часто мы обращаем на поверхностные вещи, вот он это есть, вот он то есть, вот как его заставить заниматься физкультурой, вот как его заставить заниматься вот этим, этим и вот этим, в то же время мы с вами все прекрасно понимаем, ведь очень много здесь практикующих людей, да, и вы все прекрасно понимаете, что заряд телу дает не еда, не какая-либо еда, а вообще в принципе не еда, заряд тел дается, и ты начинаешь себя чувствовать не обязательно, когда ты сделал ряд упражнений или сделал пробежку в столько-то километров, а потому что у тебя есть то, к чему ты идешь, то есть смотрите, это... так... смотрите... Продолжение следует...